Интестационно, электронно-вычерно, войною шагает автоматикой упрямо то войско нынешнего дня, которое воюет непосредственно с автоматических инкогнито-полянок в домах обычных граждан. Неведомый, неистовый, антигуманный, присягой узкокулуарных интересов, надменно агрессивно прикрываясь, войною шествует техничным непрогрессом. Автоматично навороченные монстры так согласованно да хаотично обозначаются в проплаченной продажной бытовидности повинности, монстрово параллельно пересекаясь с нами, обычными людьми, недружелюбием, искусственностью ненависти, одностороннего маршрута расчеловеченности. А я спрошу солдата монстровых подразделений, скажи, солдат, ведь ты рожден когда-то, несомненно, и у тебя есть мать, обычная или необычная семья, в которой вырос ты. Но почему так вышло, что мирная вчерашняя мстя вдруг доросла до нынешней войны, проплачена вольгодно, как будто кулуарной защищенности, в громадном одностороннем нападении на мирных безоружных граждан. И пребываешь ты в военной агрессивной развращенности, лжи, воровства, убийства, безнаказанности. Война, что катится тобой, солдат, в дома, примерно мирные, докатится в своей несправедливости этапом истоведной мстительности. Когда-то до твоего семейства, до дорогих тебе людей, друзей, конкретно до тебя. А я скажу тебе, солдатик, стоп, стоп, кулуарная война несправедливости, что движется преступно, незаметно. Изжили вы себя, сегодняшняя парадигма мира, в пространствах мирных, мирных временах, в архитектуре детородства красивой, в заботе социальной о всех общественных слоях. Солдат, ты на костях, на крови невинных не оформишь будущее, даже малое свое, не то, что будущее мира. Сегодня ты одномоментно зарабатываешь свой кровавый капиталец, не думая о справедливости, об истинности, о расцвете мирном. Ты избиваешь лучше, так непримиримо, чтобы построить будущее на костях. Увы и ах, такое будущее невозможно, маломожно, неосуществимо в сути праведности. Поэтому заказчикам твоих деяний тебе придется вечно лгать, оправдывать деяния агрессии, войны, убийства. И королям войны, и их прислужникам в убийственных деяниях не вытяжить. Их репутации сжигаются войной, становятся ничтожными, как будто бы по их желанию, по их согласию. И короли агрессии, и слуги их вдруг династий на почве бурясти военных преступлений объединяются. И думают, что это их счастливый случай – кровавыми морями, океанами планету омывать, ковать свой капиталец. Но в этом невозможно преуспеть. Не истребить источник благости, всеобщей согласованности и направленности мира. Благоухание природного баланса, разумной согласованности, гармонии, гуманности. Не истребить. Продолжим разговор. Солдатик, ты вдруг, не вдруг, агрессией обученной, стал ненавидеть мир прекрасного. И музыка моя не достигает сердца твоего. Ты электронно по рукам бьешь музыкантов. В чламливости своей лишь бытовидно повторяю. Только и всего потерпят. Да, мы потерпим. Но как возможно бить музыкально одаренных по рукам? Солдат, ведь ты становишься ничтожным. Не в силах музыку душевную от Бога данную воспринимать. Хотя бы обеспечив нейтралитет гармонии пространства, неприкосновенность к высшему, что свято защищаясь от грубодующих войн. Военная агрессия звучит фальшиво, односторонне, примитивно, с диссонансом. В оркестре истинном есть. Услышь меня, солдат, играю я во имя жизни. Ведь и твою семью сегодня защищаю я. И жизнь моя во имя мира дана мне и тебе, и нам.